ЦИПА, УТЯ и ДРУЗЬЯ Чуть не рассказал вам, а как же тут получилось? Вам же надо прочитать это самим. А правда, здорово получилось. Мы не знали, когда делали тропинку, что попадем в книжку. Когда со всеми птичками, которых позвал воробей, мастерей и скворечники, тоже не узнали, что вы будете об этом читать. Мне хочется вам сказать, что мы подружились еще и с мальчиком Максимом, который вместе с автором книжки записывал наше приключение. Иногда перед сном Максим разговаривал с нами. Спрашивал, а как мы искали соломку, а как я плюхнулся в лужицу. Ой, я не буду больше говорить. Мне авторы не разрешили. Ребята, тети и дяди, которые будут читать про нас, а вы захотите так же повеселиться, как мы, когда ставим сценку для взрослых? Наверное, да. Так хочется посмотреть, как вы это сделаете, что придумаете. Прыг-прыг. А еще мне так хочется узнать, а как бы вы меня учили плавать? Так же, как мои друзья или как-то по-другому? А как же хотелось бы узнать, как вы учитесь буквам и читать? Или вы уже, как и мы, научились? А учились так же, как мы? Нас ежик-друг наш научил. Ребята! Сказка первая. Цыпленок и утенок знакомятся. Лягушка По двору прыгала лягушка. Она давно приметила тут два яйца. И все же ждала, когда из них кто-то вылупится. Должны были или два цыпленка, или два утенка, потому что тут жили курочка с петухом и уточка с селезнем. Лягушка понюхала яйца, подышала на них и даже погладила. А еще два раза легонько постучала. Тук-тук! Прислушалась. Никто не ответил. А из яиц никто не появился. Их даже не постучали с той стороны, с внутренней. Что слышать ее? Лягушка вздохнула. И ускакала. И только она ускакала, как вылупились цыпленок и утенок. Прилезли из скорлупы. Свет увидели. Травку зеленую, солнышко и друг друга. Обрадовались. Вдвоем же интересней жизни радоваться. Прыг-прыг. А какой у тебя носик гладенький и блестящий! Удивленно воскликнул утенок. Действительно. Светило солнышко. И уточки падали на носики деток. И носики блестели. Друзья еще собирались с чем поговорить, но тут подоспели их мамы. Курочка и уточка. Они услышали тоненькие голосочки и поняли, что это их детки на свет родились. Поэтому и поспешили к ним. Ой, как же это! Только на минутку отлучились, а вы уже на свет народились. Какой красивый мой милый утенок! Так, радостно воскликнула уточка. Я утенок? Спросил утенок мамы. Ну, конечно, утенок! А я твоя мама! Ой, какой хорошенький мой милый цыпленок! Воскликнула счастливая мама цыпленка. Я цыпленок? Спросил цыпленок. Да, а я твоя мама! И мамы, и детки стали радостно обниматься. Вернее, это их мама и обнимает, но детки тоже стараются. Крылышками обнимаются, глазками друг на друга смотрят и не налюбуются. Так они бы долго обнимались, любовались, но мамы знали, что деток надо накормить, потому что они еще не ели. А расти им надо. Начинайте же скорее кушать. Крылышки обнимаются. Сказали мамы. Детки кивнули и принялись есть, а ели они пшено. Как вкусно! Радостно сказал цыпленок утенку. Он продолжал удивляться своим открытием я себе и Адмире. «Да, так вкусно!» — пропищал утенок цыпленку. Мир вокруг был полон звуков. Пели птицы, стрекотали кузнеченьки, летали бабочки, где-то пел петух. Но это был не пап цыпленка, а другой петушок. А с папой цыпленку еще предстояло познакомиться. Ползали букашки, некоторые из них даже норовили в мисочку заползти. Один муравей прошмыгнул прямо под клювиком цыпленка, удивленно поглядел цыпленку в глаза. Наверное, удивился новорожденному цыпленку, а может, поздороваться хотел. Вот цыпленок продолжал клевать, хотя уже очень хотелось побегать, просматривать все кругом. Утеночка тоже уже не терпелось познакомиться с этим красивым миром. Он тоже слышал звуки, которые наполняли двор, видел букашек, чувствовал прекрасные запахи трав, цветов, и утенок сказал, передохнув от еды. «Ой, хочется уже что-нибудь поделать!» «Давай поделаем!» «Давай!» Обрадовался цыпленок и вдруг побежал. Утенок перестал клевать и тоже побежал. «Ура! Мы бежим!» Кричали они от восторга. Правда, это был скорее громкий писк. Они же еще совсем маленькие. Они бежали, размахивая крылышками, приподняв головки, как будто собирались влететь от радости. Их мамы смеялись, глядя на них. А потом они запрыгали. «Прыг, прыг, прыг!» «Как хорошо, что в один день родились!» Сказала мама-курочка маме-удочке. «Да!» Кивнула та, соглашаясь. «Будут друзьями!» «А пойдем поплаваем!» Предложил утенок и нырнул в лужицу. «Не ходи туда!» Воскликнула мама-курочка цыпленку. Но он уже сразу бегу плюхнулся в воду. «Ой, спаси меня! Я еще не умею плавать!» Мама-курочка еще не успела подскочить цыпленку, а кокутенок уже выпихнул его из лужи. Он подталчивал его сзади. Курочка успокоилась. С таким другом кокутенок, она может быть спокойна за своего цыпленочка. Но сказала. «Мой миленький цыпленочек! Не ходи в воду, мы не умеем плавать!» «Утята и уточки умеют плавать, а цыплята и курочки нет!» Вообще-то мама-курочка не беспокоилась. На дворе были только такие лужицы, которые были цыпленку по колено. Но как приятно, что у ее цыпленочка такой надежный друг! Утенок! Мама-уточка тоже была спокойна и довольна. Ей понравилось, как шустрый миленький утеночек сообразил, как помочь цыпленку. Спокойные и довольные, мамы поспешили по своим другим делам. А детки продолжали изучать себя и мир. А цыпленок вообще-то был не согласен с тем, что сказала ему мама-курочка о том, что он не умеет плавать. Он же чувствовал, что может! Ну или в таком случае может научиться! Но пока рассуждать на эту тему было некогда, потому что утенок снова предложил «А давай летать!» И полетел. «Давай!» – воскликнул цыпленок. Мгновенно взлетел, но тут же, правда, шлепнулся. Не рассчитал, наверное, силы. «Ой, а я не могу так летать, как ты!» – сказал он утенку. И тут они увидели детский самолетик. Красивый, яркий, легкий детский самолетик. Утенок взял и высовел. И самолетик полетел. А потом плавно приземлился. «Ой, как красиво! Как здорово!» – воскликнули оба. «Ну вот!» – друг огорченно сказал цыпленок. «И ты умеешь летать хорошо, и самолетик!» «А я не умею!» «А давай я тебя покатаю!» «Ой, ну, полетаю на себе!» – предложил утенок. И он тут же помог цыпленку. Цыпленок залез на утенка крепко держать за перья. И они вместе взлетели. «Деточки, что вы делаете?» – закричали обе мамочки. Но утенок и цыпленок уже приземлились. «Мама, как хорошо иметь такого друга!» – воскликнул цыпленок, показывая на утенка. «Я полетал вместе с ним!» «Хорошо, но лучше все-таки играть не самолетиком!» – сказала мама-курочка. И девочки стали играть самолетиком. Запускали его, бегали за ним, а потом снова запускали и смотрели, как он летит. А еще они прыгали, нюхали цветочки, присматривались к муравьям и другим букашкам и находили зернышки. А еще вместе летали. Попробовали на самолетике вдвоем одновременно полетать. Но самолетик не мог держать их обоих долго. Да и не взлетал с ними высоко. Что-то хорошо, что он не улетел далеко. А то как бы пришлось потом искать им свой дом. Но цыпленок и утенок об этом пока не беспокоились. Они придумывали, как сделать так, чтобы самолетик стал посильнее. Как улучшить его возможности. Придумывать было пока сложновато. Они же еще мало чего успели в жизни узнать. А заниматься тем, что они умели, им было легко. Вот они и занимались этим. Утеночек плавал и летал. А цыпленочек бегал и прыгал. А еще они вместе плевали зернышки, которые приносили мамы. А еще находили зернышки сами. А еще гонялись за бабочками. Иногда останавливались, чтобы послушать пение птичек. А солнышко в это время поднималось все выше и выше. Оно хорошо обидело деток и радовалось вместе с ними. Пускало их своими лучиками. А лучики иногда подсказывали ребяткам, как им легче найти побольше зернышек. Задание. Первое. Вам самолётик понравился? Красивый? А в какие цвета вы бы покрасили его, если бы были художниками? А еще что нравится в нем? Второе. Вам понравились друзья? Какими они были? Третье. В сказке встретились слова «легкий», «высоко», «далеко». Подберите, пожалуйста, каждому из этих слов слова с противоположным значением. Антонимы называются. Вам могут помочь взрослые. И четвертый вопрос. Покажите, как цыпленок прыгал. Ну, попрыгайте. А как Утя прыгал? Так же? Ну, попрыгайте, как Утя. А еще как лягушка. О-о-о! Да вы просто артисты! Утя! Да вы просто артисты. И ты. Ходи! Треть.